Приветствую вас. Давайте мы, наверное, с вами разграничим. Давайте мы с вами, наверное, разграничим вашу проблематику и проблематику вашего мужа. Потому что вещи это всё-таки разные, вот, и мне кажется, что нельзя мешать всё в одну кушу. Значит, у вашего мужа, причём, у гражданского мужа, кстати говоря, вот, интересно, почему у вас гражданский брак, а не официальный. У вашего мужа есть определённая проблема, да, он хочет сам себе доказать, что все женщины, ну, там, обладают определённого рода особенностями, да, то бишь, как-то соглашается, соответственно, на секс. Вот, ну, это проблема, да, но относится ли эта проблема к вам, как таковая? Я полагаю, что нет. Я полагаю, что в данном случае эта проблема к вам вообще никакого отношения абсолютно не имеет. Это первое. Второе. То, что вы ссоритесь, а, ну, со своим мужем, да, то, что вы ссоритесь с ним. Это, в общем-то, тоже результат, скорее, того, что вы сами в себе не можете принять. Это результат того, что вы сами чего-то боитесь, скорее всего. То есть история здесь, она именно такая, что вы сами чего-то боитесь, вы сами чего-то опасать, вы сами. Вас это воздражает. Вы говорите, что, так, сейчас, вы пишите, что меня это выводит из себя. Вот почему вас это выводит из себя? То есть чем вас это задевает, если мужчина вам не изменяет, у него нет цели изменять, у него есть цель что-то себе доказать. То есть знаете, что вас задевает, вас именно задевает такая его позиция, вас именно задевает такое его поведение. И вся тонкость в том, необходимость, тонкость, как угодно это называйте, чтобы для себя, для себя вам определить, почему вас это задевает. Вот вы пишете ссоры у нас с ним на этой почве. Какой вы вклад вносите в ссоры? Вот именно вы какой вклад вносите в ссоры? Мне это интересно. Знаете, кажется, мне интересно, интересно именно то, какое вы принимаете участие в этом. Совершенно очевидно, что мужчина не скрывает. То есть, ну, у вас есть его, как бы, страничка, да, у вас есть, как бы, доступ к его страничке. Вот. И, в общем-то, если бы он хотел от вас это скрыть, он бы скрыл. Я не думаю, что здесь, если честно, есть какая-то сложность, какая-то проблема. Получается, он не только этого не стыдится, да, но получается, что он, в общем-то, считает это абсолютно нормальным. Что-то он считает, что он ведет себя абсолютно нормально, хорошо, и так и должно быть. Ну, и, соответственно, опять же, вопрос к вам, да, как вы это воспринимаете? Вы это воспринимаете, как что? Ну, я не знаю, вы это воспринимаете, как, может быть, измену, вы это воспринимаете, может быть, как, как личное оскорбление, да, вот это все вот нужно исследовать. Если вы воспринимаете это как личное оскорбление, то почему, да? То есть, короче говоря, нужно отграничить вашу ответственность, вот ответственность его. Это очень важно, потому что мужчина решает какие-то свои проблемы, и, как бы, к вам эти проблемы, ну, не относятся. Именно к вам эти проблемы не относятся. Вот, очень хочу, чтобы вы этот, чтобы вы этот себя уловили и уяснили. Вот. Также, конечно, для меня интересный момент. Вы говорите, что у нас на сексуальном плане все отлично, но при этом вы ссорите. То есть, как-то вот с деятельностью комочка происходит. Вот. А у мужа такая, ну, это не зависимость, это скорее потребность. То есть, тут, может быть, ну, можно назвать зависимостью. Вот. Недостаток на это внимания? Нет, это не недостаток внимания, это скорее обиды на матчах так проецировать. А, значит, вам что делать? Вам принять это как, ну, как факт, не обращать внимания, разобраться в себе, почему вас это задевает, и, наверное, перестать следить за страницей вашего мужа. Вот. Когда вы это сделаете, вы сможете спокойно приглашить своему мужчине помощь, то есть, ну, обратиться, например, к нам, сюда, на сайт, чтобы мы ему помогли, чтобы мы, значит, чтобы мы разрешили его проблемы, разрешили его внутренний конфликт. Вот. И тогда, я полагаю, всё будет исключительно у вас замечательно. Но, проблема заключается в том, что, как бы, не бывает такого, не бывает такого, что вот что-то одно в человеке вы не принимаете. То есть, если вы ссоритесь с ним из-за этого, вот, из-за, ну, того, что он, там, знакомится с девочками, да, и, ну, предлагает им секс, к примеру. То есть, если вы ссоритесь из-за этого, то есть, ну, если вы можете, если вы можете поссориться из-за этого, то есть большая вероятность, большая вероятность, того, что вы будете ссориться ещё из-за чего-то, ну, к сожалению, да, вы будете ссориться ещё из-за чего-то, когда эта проблема уйдёт, ну, если эта проблема уйдёт. То есть, это вот, к сожалению, к сожалению, это такой аспект, и я полагаю, что здесь вам очень бы желательно поработать именно над собой, да, над тем, что именно вас, что именно вас, толкает на такого рода поведение, вот, потому что, ну, я надеюсь вы понимаете этот момент. Вот, вы, конечно, со мной можете не согласиться, вот, безусловно, я вас к этому не призываю, но, как практика показывает опыт мой, доказывает, что проблемы у людей возникают не из-за конкретных проблем, а из-за отношения к ним. И если у вас такое отношение к этой проблеме, то есть вероятность и большая, что вам нужно будет дальше, когда этой проблемой не станет, если этой проблемой не станет, вам нужно будет, ну, ну, ага, значит, как бы так сказать, вам будет нужно таким образом, да, таким способом выражать свои какие-то эмоции, какие-то чувства. Вот. Таким образом. Вот. Ещё раз повторю, я отдаю себя отчёт в том, что вам это неприятно. Может быть, отдаю. Но, как бы, ситуация такая. И, как, в общем-то, не сложно догадаться, да, вопрос, он звучит, вопрос к вам, он звучит, ну, наверное, следующим образом. Ну, вот вы спрашиваете, да, мне это что делать, и вопрос к вам, он звучит так. Что делать, чтобы что? То есть какой, какой запрос у вас, собственно говоря? Потому что, ну, вы, вы его не сформулировали. Вот. Свой вопрос, в принципе. Понимаете, какая штука? Вот. А надо сформулировать? Надо сформулировать. То есть хотите, к примеру, мужа поменять, да, это одна история, если хотите мужа поменять, допустим. Хотите, значит, в себе разобраться, допустим. Ну, если вдруг. Но это другой момент. Если вы хотите в себе разобраться и понять, почему вас это вызывает. Вот. Ну, вот, в принципе, в принципе, так. Я полагаю. Вот. В целом, мне почему-то кажется, что, ну, всё дело в том, что вы ревнуете. Вот. Мне так кажется. Скажем. Вот. Вот. Вы ревнуете и... Соответственно, ревность ваша, она не позволяет. Не позволяет вам... Абекватно к этому относиться. То есть вы не понимаете, что... У мужчины проблемы. Вы... Вам кажется, что он... Вас пытается как-то вот задеть, оскорбить, оскорбить, там, принизить и так далее. Вот. Хотя, на самом деле, это, конечно же, не так. Не так. Ну... Ещё раз повторю, да. Ещё раз повторю. Значит, чтобы... Вам текущую, текущую ситуацию разрешить адекватно, в принципе, Thisks yeah,ъм... Необходимо, в первую очередь, зн... начало... Эх... Разобраться в... Себе. То есть просто разобраться в самой себе, в своих чувствах. И уже после этого будет понятно, что вам делать, как делать, куда стремиться. Ну вот, в принципе так, я думаю, можно вам ответить. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите, пишите, в личку буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.